Все, на запись поставил. Итак, сегодняшний вебинар на тему, как правильно стартануть в этом бизнесе. Что такого нужно же делать, чтобы взять хороший разгон, чтобы был хороший результат и, естественно, чтобы был сам процесс очень приятный. Ой, Серега, ты мне мстишь, как всегда. Ну ладно, давайте перейдем ближе к теме. К сожалению, у меня сегодня время не так много. Максимум я могу быть с вами сегодня минут 30. И, естественно, в эти 30 минут я не могу выложить весь свой 10-летний опыт в этом деле. Но постараюсь дать вам самые такие выжимки. Именно самое ценное, как мы это делали, как наши люди это делают и то, что приносит наилучший результат. Поэтому будем вместе с вами по такой программе двигаться. Поставьте сейчас вот плюсики в чат, если вам такая программа нравится. И пойдем дальше. Если вам такая программа не нравится, поставьте минусы, напишите мне там что-нибудь такое. Пошел вон отсюда, сейчас закидаем только яйцами и так далее. Да вроде плюсики, плюсики, плюсики. Ну, отлично. Я так чуть понаблюдал за концовочкой презентации. Такая полемика весьма интересная была. И давайте сразу сейчас поставим некие рамки нашего сегодняшней встречи, то есть нашего формата встречи. Конечно, включил Александр. И формат у нас будет чисто экономический. Вот здесь, пожалуйста, даже я бы вам рекомендовал взять листики и ручки, потому что кое-что нужно будет записать. Сегодня мы не говорим о религии. То есть тема такая, верю, не верю. Ребята, если вы до сих пор находитесь в этом состоянии, поверить, не поверить, пойдите в церковь. Там поговорите о вере, то есть в бакетстве. Здесь мы говорим, то есть о чисто конкретных экономических категориях. Я как экономист, как кандидат экономических наук, я вам сейчас буду только с бизнесовой точки зрения освещать именно этот бизнес. Потому что у меня есть 10-летний опыт работы именно в сетевой сфере и 7-летний опыт работы в традиционном бизнесе. Да, Наталья, слайды есть, слайды будут. Сейчас я, пока что мы просто с вами общались. Сейчас включаю слайды. Так, слайды они будут, естественно. Вот. Просто еще раз, странно, что мы сегодня говорим не о религии, вере, а о бизнесе. И даже если вам какие-то темы будут непонятны, вот сразу вопросы мне, пожалуйста, напишите, мы оставим минут 5 в конце на все вопросы. Если у вас в процессе на его выступление возникнет какой-то вопрос, вы себе его запишите, и в конце, когда я скажу вам, ребят, все, вот теперь давайте вопросы, вы мне тогда сразу его напишите. Окей? Ну, если согласны, то есть, ну, поставьте плюсик сейчас. Так. И пойдем дальше. Отлично. Отлично. Теперь обращаюсь абсолютно ко всем присутствующим на этом вебинаре. Вот у нас сейчас с вами 38 подключений. И активные в чате, ну, человек 10. Как обычно. Я стесняюсь спросить, а остальные 26 кого делают? Вы включили этот вебинар просто так для радио, чтобы вы там, не знаю, женщины там больше готовят, капусту крышат, уборку делают, и так фоном какое-то радио играет, или вы сейчас здесь сели что-то подчеркнуть для себя. Потому что, вот когда я буду к вам обращаться, вы, пожалуйста, ну, в чате активно следите, то есть для меня это тоже образная связь, кто слушает, то есть для кого это важно, кому это надо. Потому что есть люди, которые, то есть просто сидят вот так вот, такие вот, не знаю, засадный полк, которые просто сидят в саде, подсматривают и ничего не делают. Вот, ребята, давайте у нас все-таки более такое интерактивное с вами мероприятие, что и я вам даю полезность, и от вас обратная реакция, чтобы мы были, ну, были для друга полезны. Вот, чтобы я видел, что я не просто так, сам с собой тут разговариваю. Окей, все. У нас рамочки поставлены, то есть движемся дальше. И сама суть рефлейма, то есть для тех, кто еще вот где-то сомневается, или как бы думает, сейчас принимает решение, там, верить, не верить, стоит ли, не стоит ли. И вот несколько конкретных фактов вам, то есть пользуя рефлейм. Во-первых, сетевой маркетинг, он возник не сегодня и не вчера. То есть эта индустрия уже более 100 лет. И здесь, верните, этот момент, если бы это был какой-то лохотрон, более 100 лет эта индустрия не развивалась. То есть она во всех цивилизованных странах присутствует. Что такое сетевой маркетинг? Это, в принципе, для производителя тот же отдел продаж и логистики, только организован несколько по-другому. Просто организован несколько по-другому. Что вместе с целым отделом продаж у компании есть группа людей, которые называются инстрибитеры или консультанты. Которые продвигают либо продукцию, либо услуги компании в массе. То есть завоевывают рынок. И компания, то есть с этих объемов продаж, платит видим определенные проценты. Все. Вот это экономический смысл сетевой маркетинга. Почему это выгодно? Да потому что, когда проводили исследование, это Европа и Америка проводили исследование, у нас, в принципе, они плохо. Ну, цифры немножечко другие, отличаются от западных ребенок, но общая направленность та же самая. О чем говорят эти исследования? О том, что порядка 80% всех наших покупок мы делаем по совету или рекомендации наших друзей, знакомых, родственников, близких. В рекламе мы уже вообще напрочь перестали доверять. То есть, ну, в силу того, что, особенно в России, то есть, ну, рекламируется все, что не плохо делалось, смотря, у кого деньги есть, всех рекламируют. И там уже о качестве, ну, это дело десятка. То есть здесь не мне вам рассказывать. И сейчас у современного человека, вот, в голове есть некий фильтр. По-английски это называется bullshit detector. То есть, переведя на русский, так, чтобы, ну, постараюсь покорректнее это перевести, то есть, отсегиваем дерьма. Вот. То есть, такой вот тема. И мы отсекаем всю ненужную для нас информацию. У нас в голове очень уникальный сидит механизм. Там есть вообще несколько типов мозга. Есть реперимы мозга, и так далее, и так далее. И разные типы мозга отвечают, то есть, за разные функции организма. И как раз-таки, когда мы с вами ведем социальную жизнь, это человек, социальное существо, мы как раз-таки пользуемся всеми функциями вот этих вот местных типов мозга. И именно рептильный мозг, то есть, рептильный мозг, он отвечает за эмоции. И, выражаясь бизнесом языком, продает исключительно эмоции. И только потом человек сам себе логику начинает обосновать свои покупки. Ну, или тот или иной поступок. Сначала сделал что-то на эмоциях, а потом логически себе обосновал. Редко, когда кто-то делает что-то на логике, в основном эмоции. Тут кто бы что ни стоил, статистика такова. И все современные маркетинговые исследования абсолютно всех фирм показывают на то, что нужно задействовать в процессе покупки или продажи в процессе эмоций у человека. И далее уже возникают различные консимуации на эту тему. Есть те люди, которые подходят... Будем делить предпринимателей те, которые на светлой стороне силы, и те, которые на темной стороне силы. На светлой стороне силы это те, кто идут лояльно, то есть не агрессивные маркетинговые, а идут от человека. И те, кто на темной стороне силы, которые используют самые разные нехорошие примочки. Ну, или во зло используют так, чтобы человеку впихнуть в пайс, потому что ему в принципе не надо, ну и так далее. То есть сетевой маркетинг, он тоже подразделяется, а также на светлых джедаев и темных джедаев. Это вся предыстория, о чем я это все говорил. Что реклам на светлой стороне силы, то есть будьте спокойны. Почему? Потому что компании изначально, и через гадание эту логику и свою линию поведения прям проносят, красную линию, никакой навязчивости. То есть только в нейтральной линии. Ребята, есть такие потрясающие возможности, есть такой продукт. Вот есть вот это, вот это, вот это, знаете, как шведский стол. Подошли, взяли то, что нужно, сколько нужно, все, остались довольны. Либо не подошли вообще. То есть свобода выбора дается человеку. И это здорово. Наоборот, здесь мы делаем таким образом, выставляем информацию, чтобы люди сами заинтересовались. Вот это ключевой фактор. Да, есть определенные технологии. Да, есть определенные методики, которые можно правильно делать. И естественно, те люди, которые этому учатся, те люди, которые это применяют, у них все и получается. Ну и естественным образом, те люди, которые этому не учатся, которые считают, что они не у всех, естественно, у них не получается. Здесь очень важно, чему вы учитесь, у кого вы учитесь, и как вы сможете это реализовать непосредственно в себе в бизнесе. Ну, вот поставьте сейчас, пожалуйста, плюсики мне в чат, те, кто понимает, о чем я сейчас говорю. Чтобы у нас с вами был такой живой диалог. Не просто так, театр одного фига. То есть я периодически буду к вам обращаться с личными вопросами. Все, отлично. Опять-таки же, если вдруг кто-то что-то не понимает, то если пишите себе вопросы, то я обязательно на все вопросы вам отвечу. И, как я уже говорил, это отдел продаж для производителя, организован просто по-другому. И это выгодно как производителю, поскольку он экономит очень баснословные суммы денег. А экономит на чем? Прежде всего, на рекламе. Простой пример. Реклама на телевидении. Сколько стоит? Миллионы стоят. Особенно на центральных каналах. Там минута эфира стоит, каких денег стоит, блин, она не горит. Печатная реклама. Журналы, там, газеты или как вот мальчики, девочки, листовки отдают на улице. Тоже стоит денег. Но это неэффективно. Баннеры какие-то по городу различные тоже стоят баснословные деньги. Но это все уже не прожидет давним-давно. Но многие предприниматели поймут цифровые продажи. И лишь сетевые компании наконец-таки, будем говорить прямым языком, отдуплили, что это не работает, нужно по-другому. И взяли как раз и метод сарафанного радио прямых продаж и сделали его более цивилизованным. Ну, да, сейчас я как раз так упорваю. Это что такое сетевые маркины? Что есть на реклама? Это компания шведская, которая производит косметическую продукцию и плюс еще продукты для здорового питания. Продукт в плане бизнеса очень востребованный, очень классный. В таком плане у человека есть две главные вещи. Привычки, да, или проблемы, я не знаю, как назвать. Первая привычка это покушать. Очень вредная привычка. Она у каждого человека, каждый день и невозможно от нее отказаться. И вторая вредная привычка это помочь. Вот две главные вредные привычки, которые есть у всех, у нас с вами и от которых просто невозможно от них отказаться. Продукты питания не берем, возьмем косметические средства. Как говорят, утро начинается не с чашки кофе. Человек с утра куда идет? Либо в гальон, либо в ванную. Вот там очередность в каждую слое. Но тем не менее, сначала человек приводит себя в божий вид, эволюционирует до прямоходящего, а только потом идет завтра. Не всегда завтра, тот бывает, человек сразу обучался на работу. Все. Поэтому мыло, шампунь, зимная щетка, жирная паста есть как минимум в каждой слое. Ну а дальше то что? Пожелание. И естественно, в силу каких-то отличий к хромосом, у женщин косметически больше, у нас, парни, косметически чуть поменьше. Но тем не менее, у всех она везде. И это продукт естественной необходимости ежедневного спроса, а для бизнеса нет ничего лучше, чтобы был продукт ежедневного спроса и он заканчивался. А косметика таким образом устроена, что каждый месяц что-то заканчивается. Каждый месяц мы какие-то суммы денег тратим на все это счастье. Это здорово. Все. То, что легко продается, то, что легко идет и то, что будет покупаться каждый месяц из года в год. Вот это классно. Вот это классный продукт для бизнеса. И есть, конечно, такие вот взгляды мысли, крупные предприниматели, которые там и шелом нефти туда, и шелом нефти обратно. Не знаю. Тонны и сельхозпродукции туда, тонны и сельхозпродукции. Да, это, конечно, прикольно, это масштабно, но если сравнивать головняк в том бизнесе и то, как организуем их там и здесь, это меда и земля. Здесь мы можем получать те же суммы денег в виде чистой прибыли, которую нам никуда не нужно вкладывать, с гораздо меньшим головняком. И как вот показал Сергей, есть время и на себя, и на семью, и на бизнес, да и на все. И при этом ты нормально спишь, и глаз у тебя не держится, с налогами ты не даваешься, не отпичиваешься у всех чиновников. Все, знаете, это для бизнеса, это для бизнеса. Ну, непосредственно уже ближе к Орихоин. Почему Орихоин? Как я уже сказал, продукция очень классная, это шведы. Полувековая история, в следующем году 50 лет. более 60 стран в месяц рекорд. Себя, это надежный платной. Качество продукции проверено, ну, я не знаю, миллионами людей, и сколько мне организаций, не проверяющих. То есть, ну, опять же, это не вопрос веры, верю, не верю, это вопрос конкретных факторов. Есть куча сертификатов, для тех людей, которые думают, а, это все принят, то есть, это где-то подделывается. Нет. Может где-то есть подделка, ну, вы ее можете где-то видеть, в нашем рынке, где-то кто-то стоит, или там, в магазине, когда я уже давно-давно этого не видел. Компания, все же будет безопасность и рекоменда, это тоже не кисло смотрит. Если кто-то нарушил, ну, не советую, с ним будет безопасность и рекомендача связанная с этим, с этим, с этим, с этим, с этим, с этим, и правильным делом. Потому что репутация компании, это очень один завод в России чего стоит, 157 миллионов евро. Думайтесь в эту сумму, 157 миллионов евро. Вот себе как-нибудь запишите эту сумму, поможете на рубли, получите сумму в рублях. Вот столько компания вложила, то, чтобы построить этот завод в России. И он работает пока что на 10% от своей мощности. То есть компании, они заложили большой запас прочности. То есть на годы развития в период. Это о многом говорит. То есть мы чужим партнер. И вот как здесь по количеству онлайн-запазов пока что прийти в Россию. Да, после РЖД и аэрохода. Ну, скоро это, с участием мы берешь огню. Дальше. То есть об Арифлэм можно говорить много, долго, но основные факты, что я понимаю, что это реклама это серьезный подметр. Что сотрудничество с реклама это круто на самом деле. Почему люди единственное у них есть сомнения, что он с этим вопросом как-то они серьезно берут продавать. Почему у людей такое не используется? Это единственное, что они видят по боку. Когда где-то кому-то показал каталог или кто-то их некорректно пригласил или что-то начинали навязывать или еще это все то, люди видели некорректно поведение необученных консультантов. это все. А российский человек, русский человек, он так устроен. Когда вам что-то нравится, мы об этом рассказываем и люди. А когда мы что-то недовольны, мы об этом рассказываем в десяти людей. Ну вот так мы устроены, пока у нас психология. плохое, оно почему-то разносится быстрее, чем короткое. Как-то мы с вами так устроены. Но опять-таки мы стараемся работать над собой, чтобы плохое в жизни есть, но мы на нем не акцентируемся, акцентируемся только не на числа более позитивно, не исключая волков сотвориться. Просто то, на что ориентируемся, в жизни имеет консульт. И ну раз у людей есть еще такая манечка. Я вижу такую манечка. Когда говорят, все, а когда я буду зарабатывать? Когда я буду вести миллионы лопаток? И так далее, и так далее. А тут они так много с ними не зарабатывают, никогда не зарабатывают и особо потребиться не хотят. У них такая есть фишечка хочу здесь сейчас и желательно ничего не делать. Ну в сказке не бывает. Вот эти вот сказки 90-х годов типа ММО, Мавроди еще куча всего, что можно как-то было на каком-то лопатоке заработать, не знаете, остались где-то в момент далеко там, 90-х. Сейчас люди, которые зарабатывают деньги, зарабатывают только вот этим. Интеллектом. Даже не вот этим. Вот этим. Без вот этого, вот это, не работает сейчас. Как бы вы прекрасно не работали руками. Но если у вас нет хорошего экономического образования, именно финансовая бы даже сказал, и без налета маркетинга именно продвижения своих услуг, то ничего у вас не получится. Потому что я сколько замечал ситуации, когда классный товар, классный продукт, или классная услуга, ну, нерентабельный. Почему? Да потому что не выстроен правильный маркетинг, то есть продвижение этого продукта на рынок. Или другая обратная ситуация. Продукт, откровенно говоря, говно. Но его так разрекомировали, что лучше не стоять. Вот простой даже пример. Взять продукт по фирму Apple. Ну, спорная продукция. У меня, у самого iPhone, да, но, знаете, более так, попользовавшись этим продуктом, я отчетливо понимаю, что фактически он ничем не лучше, чем сейчас другие хорошие смартфоны. Есть намного даже лучше. Но Apple смогли таким образом выстроить свой маркетинг, что когда они анонсируют только выпуск какой-то новой модельки, очереди становятся. Я вам еще раз повторяю, не самая лучшая техника, не самая лучшая, не самая продвинутая, но настолько создан имидж маркетинг, вот этому можно у них получить. Ну, достаточно средний эффект. Это вот на тему хорошей раскрученности. чего-либо. И возвращаясь к нашему бизнесу, чтобы человек начал хорошо зарабатывать в нашей цели, нужно время. Для чего нужно это время? Во-первых, чтобы человек научился базовым моментам, чтобы первые шаги, тонкость, нюансы, терминологии в них, посмотрел, как все работает, как все устроено, как делаются заказы, как строится сеть, как это правильно все организуется, как работает онлайн, как работает в этом плане. На это нужно время, чтобы в них. Это раз. Второе, на практиках, чтобы человек наработал опыт, совершил свои первые ошибки, научился на этих ошибках, понял, как надо делать, как не надо делать, получил первые результаты, получил свои первые чеки, на это тоже нужно время. и чтобы человек, давайте так, средние сроки, я вам скажу, чтобы человек начал хорошо зарабатывать на этой теме, а хорошо зарабатывать это от 30 тысяч рублей в месяц более, нужно в среднем от 3 до 8 месяцев. Тут в зависимости от обучаемости человека и от его базовых навыков. приходят в этот бизнес люди разные, те, которые уже есть навык и работают в управлении, в управлении, в управлении, в мать не приходит, есть люди, как я, когда-то пришел, то есть студенты абсолютно с полным нулем знаний и всего остального, был только голый энтузиазм, полный штаны энтузиазма, все, больше ничего не было. То есть естественно скорость у всех разная, и не значит, что тот кто двигается быстрее, тот красавчик, кто двигается сранит и с кем, что этот там, он быстро идет такой красавчик, а я такой чмочек, это так, нет, ребят, не надо не с кем себя сранить, если у себя есть ранить, только самим собой, но вчерашним, если вы сегодня хотя бы на чуть-чуть лучше, чем вы были вчера, все, уже прогресс. Если у вас через месяц лучше результаты, чем были месяц назад, все, красавчик, если наоборот, да, только подумай, что-то я не туда скуню, но только так себя сранить, но не с кем будем. Наоборот, нужно равняться на тех, кто сильнее, на тех, кто лучше. Даже вот сквозь всю свою жизнь я всегда равнялся на тех, кто лучше меня, на тех, кто в чем-то умнее, где-то сильнее. И у меня сейчас окружение очень сильно поменялось, вокруг меня только те люди, которые лучше меня, ну, в той или иной области. И это позволяет мне сильнее, этими шагами тянуться от этих людей. Возможно, когда-то я их перегоню. Некоторые, да, уже тренировал на какие-то классные конкурсы. Я не видя этот момент, тоже начинает дальше тянуться, такое, знаете, горькое вооружение. Это прикольно, это классно. Это драйв, это жизнь, это эмоции, это то, что позволяет нам жить. Вот это тоже, даже если вы запишите, важно не только сам результат, а важен путь к этому результату. Именно в процессе пути вы ощущаете именно всю полноту жизни, весь кайф, весь смысл. Результатом вы будете радоваться очень непродолжительно в протяжении премии, совсем чуть-чуть. Именно вот этот путь, капель. Так, идем с вами дальше. Спокойся, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Да, Александр, единственное, в Магнит есть один маленький нюанс. Как только вы там перестанете ликторизмами, то есть вас могут оттуда очень сильно попросить, даже их хамилью не спросить, даже в принципе без какой-то причины. Если кто-то появится, лучше легко, не важно. Для любого предпринимателя, любой наемный работник, это как ресурс. Если он отработал, он выкидывает, в принципе, даже особо хамилью не спрашивает. И есть один маленький нюанс. Когда мы работаем на работе, сегодняшняя современная экономическая ситуация, вы можете прочитать пенсионные законодательства ваши. Когда вы выйдете на пенсию, то, что вы наработали, это предстоит, чем докторажет. Абсолютно докторажет. У вас будет мечность, как лица. Годы ушли, вы себе только на пенсию не заработали. И у вас большая обида и на себя, и на государство, и на всех, что ничего для себя не заработали. А пенсии большой, ну, может быть, только, я не знаю, и депутатов, и ФСБшников, и у кого там еще, ну, и тех, кто там. И кто там, случайных людей нет. То есть, социальные лифты, как их называют, когда человек снизу может пролиться, туда уже до многих дней не работают. Если у вас еще такие лижи, ну, побыстрее расстанетесь с ними. Да, еще раз повторюсь, здесь нужно много работать. Но здесь причем много. Вы работаете на себя. То, что вы создаете здесь сейчас, будет восторгнуть через десятилетия. Вот то, что мы сейчас зарабатываем, супруга, я получаю деньги за ту работу, которую проделал еще десятилетия. И, как Сергей говорил, и годом год, это все поросло. Вот все результаты. Люди мыться не перестают. Ну, вот, какой бы у вас подвешенный язык ни был, в, скажем так, в наемном варианте, когда, то есть, мы в наемной работе. Дальше определенный план, то вы не подниметесь вам просто. Опять-таки, не нужно тешить себя в интервью. Я вам скажу, как предприниматель, да, в так называемом бизнесе. У меня очень много знакомых. Знаете, вот, это лично моя формулировка, которую я выявил сквозь года. Вот наемных работников, наемовый, наемовый будет продолжать наемовый, сурово оправдывающийся. Вот и все. Таким бы он ни за мозгом ни был. Все. Там уже совершенно другие технологии, техники, и так далее, и так далее. Ну, вот, у нас уже чат оживился, тут люди начали другимом переписываться. Что-то на Александра прямо на палец, не надо на Александра нападать. Ребят, ну, у меня так уж наш громкость. Если я постараюсь, давайте говорить громче. Слушайте, как я люблю наш мной раз чаты, и вот, значит, есть одна болезнь. Кстати, вот напишите в чате, там, поставьте ключ, у меня вообще нормально слышно. Ребят, кто-то сказали, что у меня вот это плохо слышно. Так, вот так. Слышно, слышно. Раз-два-три, раз-два-три, все, ну, слышно. Да, то сделать у себя погромче, потому что у меня тут все на максимуме. Все на максимуме. То есть, раз-два-три, раз-два-три. Вот. Еще раз скажу, чем мне нравится эта нора с сетевым маркетингом? У сетевым маркетингом есть несколько болезней. Некоторые болезни. Вот все, что идет вразрез с стандартной диалогией, все, вот, начиняется с матушки. Это раз. Да, все, кто не с нами, все против нас. Это два. Ну, как-то нормальное болезнь, в принципе, этой компании. Но мы стараемся делать таким образом, что даже если у нас на вебинаре, то есть, появляются люди, которые не согласны с тем, что мы говорим, не согласны с тем, что мы здесь делаем. То есть, абсолютно не нужно нападать на этих людей, это их мнение. Вы знаете, правда, она субъективна. То есть, в зависимости от того, с какой точки зрения, мы это посмотрели. Это нормально. Это нормально. И я очень благодарен Александру, то есть, за его активное такое участие. Даже если то, чем мы здесь занимаемся, не подойдет, ну, по крайней мере, то есть, по-моему, если на свою точку зрения, то есть, я действительно очень благодарен ему за, во-первых, то, что у него эта точка зрения есть. И, то есть, ну, это его жизнь, это его выбор. Мы здесь показываем то, что есть у нас. Если человеку, в принципе, созвучно то, чем мы занимаемся, если он понимает, что нам с ним по пути, идем дальше. Если нет, ну, мы просто остаемся хорошими знакомыми. Здесь вот так. Вот эта табличка, которая сейчас у нас на экране, это примерно такая раскладка по доходам человека, то есть, ну, от первого каталога, то есть, на одиннадцатого каталога, то есть, 3, 6, 8 месяцев. Это средний цифр. Естественно, у каждого индивидуально что-то будет свое. Что-то будет свое. У каждого своя скорость. И здесь, в провожении предыдущих тем, то есть, у каждого своя скорость. То есть, кто как обучается. Но, тоже вот себе запишите прям такой вот план действий. То есть, все начинается. Тема избита. Вот эти мечты, цели, планирование, задержанные вдоль и поперед. И каждый там говорит, что не походят. Но вот здесь, опять же, некая экономическая составляющая данной бизнес-модели. Когда человек начинает делать какую-то реформацию деятельности. То есть, первое, у него возникает вопрос, для чего это надо делать. Это первая мечта. Что такое мечта? Мечта, ну, было бы классно, я хочу, ну и так далее. То есть, больше всего этого зависит. Тогда он начинает это уже перерабатывать в цель. Что такое цель? Это уже та же мечта, но конкретно сформулированная. Определенная во времени. И еще, ну, конкретный план действий. Все, то есть, это уже цель. Мы ее конкретизируем. То есть, мы ее начинаем. Это первый этап материализации. Чтобы мы ее могли реализовать. Далее, мы составляем план. Как я уже вижу, что такое цель. Это мы четко знаем, что мы хотим. Мы знаем, сколько это стоит. Мы знаем, за какой период времени мы хотим это сделать. Все, мы сделаем уже план. Это фактически бизнес-план. Когда мы нашу цель перекладываем на план успеха. Компания рекомендует на наш карьерный лестнице. На каждой ступеньке заранее известен наш доход. Сколько мы будем зарабатывать. И заранее известен тот объем работ, который нужно проделать. Все, у нас есть отрезок времени. У нас есть объем работ. Мы этот объем работы раскидываем на этот отрезок. И начинаем пошагово делать. И, как Сергей говорил, мы здесь не сами это делаем. Не в одиночку что-то изобретаем. Нет, у нас есть целая команда людей, которые нам помогают. То есть те люди, которые нас пригласили. Они нам дают систему обучения, они нам помогают. И сквозь собственный опыт череда ошибок мы учимся. И далее уже учим свою команду. То есть вот так это идет. Мечта, план. Вернее, мечта, цель. План. Дальше делаем действие. Получаем какой-то результат. И дальше обязательно начинаем его анализировать. Действительно мы сделали, пришли к тому, что хотели. И тут уже анализируем все. Начинаем. Самое первое. План. Действие. Результат. Ну, как говорится, сочетание. План-пакт. Что мы планировали, что мы получили. И смотрим на расхождение. И выбираем то, что у нас получилось лучше всего. И смотрим, где у нас есть проседание. То есть там, где есть минус. Естественно, основной упор нужно делать на то, что лучше всего получается. Постепенно подтягивая то, что у нас не очень хорошо получили. И в чем преимущество работы в команде. У каждого из нас есть какие-то свои сильные стороны. И мы именно своими сильными сторонами начнем дополнять друг друга и компенсировать слабые стороны друг у друга. Вот это основная фишка работы в команде. Потому что, если я бы работал один, мне нужно 24-25 сутки, 7 недель, 365 дней в году на 365 градусов крутить головой и быть везде самому. А когда есть команда, можно именно сосредоточиться на том, что у тебя лучше всего получается. И привлечь в себе команду в тех времен, в которых лучше всего получается то, что не получается у тебя. И с совместными усилениями сделать потрясающий результат. И при этом у тебя есть время на себя, на бизнес, на семью. У тебя есть деньги. И в команде, знаете, оно как-то веселее. Вот кто согласен с этим утверждением, вот поставьте сейчас плюсик в чат. Если кто-то не согласен, поставьте минусы в чат. Давайте сделаем так. Кто считает, что командная работа это действительно круто. То есть поставьте сейчас плюсик. Кто считает, что лучше меня никто не сделает, вы поставьте минусы. Давайте будем так вот. Честные и откровенно друг с другом. Да, 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 друзья. Действительно, команда это супер, это вещь. Это, это, но, но, опять-таки же, вот как работа в команде, как, в принципе, знаете, элементарное общение. Что такое это общение? Это взаимный обмен полезной информации. Если мы считаем, что с каким-то человеком мы просто нечем обменяться, с ним должны очень поговорить, то мы, естественно, не будем с ним общаться. Также и работа в команде. Мы в команду должны принесить, то есть какую-то полезность, быть полезным в этой команде постоянно, то есть над собой работать, чтобы нас ценили. Вот, поэтому, вот Александр, который приводил пример, что действительно нужно постоянно работать и над профессиональными своими данными, и над своими личностными данными, то есть личностный рост. Тогда будет действительно очень хороший результат. Будьте ценным членом команды, а с вами будут все вокруг и рядом. Потому что над людьми, которые ничего не умеют, насколько болтают, которые не дают результата, ну, и стараются отходить в команду. Так, так. Поэтому всегда будьте теми, там их будут истиниться, которые люди будут истиниться. Так, если вы даже пока не знаете, как это я сейчас делаю, буквально в очень скором времени будут расставлены обучения и по профессиональным моментам, то есть по техническим, как делать нужно, и по личностному росту развития, как сделать так, чтобы люди сами в тянулись к плану. Это будет круто, но это лучше. Так, идем дальше с вами. Задача новичка. Итак, вот вы стартуете, новичок. Что нужно делать и здесь, и сейчас? Самое первое, это посещать все вебинары, которые у нас есть. Вебинары у нас проводятся в 14-19 часов каждый день. Это и презентация, и обучение. То есть каждый раз и переномы, каждый раз тема, ну, где-то повторяются, но, ладно, посещать вот это все. Но эти бесплатные, люди здесь опытные делят их бесплатно своим опытом, на котором вы можете зарабатывать деньги. Это круто, этого практически нигде нет. У нас в команде это есть. Посещайте все вебинары. Здесь вы услышите все ответы на все свои вопросы. Пользуйтесь продукцией. Почему это важно? Во-первых, все-таки мы работаем с косметической продукцией, но хотя бы чуть-чуть вы должны знать, что это такое. Чтобы быть на 100% прям уверенными, что мы не советуем людям сушить. Мы уже давным-давно на себе это протестировали, но все свои вопросы, что это офигительная продукция. Что, знаете, к хорошему быстро привыкает. Ты когда уже начинаешь, ну, где-то волей-волей пользоваться чем-то другим, ну, там, уехал куда-то, не взял, купил там. Ну, человек, опять-таки, люди чувствуют эту разницу. Что есть качество в рекламе и что есть в магазине. Вот и все. А и особенно то, что по цене. За такие приемлемые деньги, которые отдельное качество. Чисто для себя, не нужно каких-то складок себе затоварить. Просто берите то, что вам вам не нужно. Это все. Просто смените элементарную модель. Наиболее не менее. А продажи у вас пойдут полюбимые. Как они идут у меня. Я очень люблю парфюмы. Ну, это моя маленькая сладкая. У меня вообще не знаю, что это 15-ая. Стоит вот под настроением. Когда что-то новенькое уходило, я по-любому себе заказываю. И сколько раз была ситуация. Новый туалет на водичке. Естественно, пошел в город. Ну, куда-то по цене дела. Или люди начинают спрашивать, интересуются. Что за аромат? А где ты в нерав? Или как у меня таксист покупает. Из офиса я везу коробки домой с заказом. Сел в такси. Просто сел туда, поехал домой. Все, и все более. Таксисты говорят. Ну, я слушаю, какой аромат класс. Знаешь, что это? А можно купить? Давай. Он фактически сам себе его продал. Таким образом, выходят из продажа. Ну, как у меня. Еще раз, для новичка. Первое, что нужно делать. Это обучаться. Есть вебинары. И сейчас немножечко покажу обучающий сайт. Пользоваться самим. Научитесь поскорее делать личные 150 баллов. Зачем это нужно? Также на обучающем сайте там есть этот разводчик. Зачем это надо? Ну, это важно. У нас это приметы. Если вы не просто для себя берете, вам не надо делать 150 баллов. Берете, ну, сколько получается. Сколько вам в вашей семье нужно. Но когда вы учите уже о бизнесе, о постоянной сети, важно научиться делать 150 баллов. Больше, в принципе, не обязательно, но минимум 150 баллов это можно. То есть, ну, это очень легко. Мы просто домой сейчас берем, себе домой. Ян, ну, вот, напиши в чат, на сколько мы баллов полом. Баллов мы 300, мы сколько от себя домой берем. Это, ну, wellness и больше какие-то косметические средства. Я точно не понял. Баллов мы 300 точно посетим. И что еще нужно делать новичку? Это строить сеть, это реклитет. Вот три простых вещи. Даже вот, как Сергей в конце говорит, что нужно делать. То есть, приглашать людей, пользоваться продукцией, посещать всеми объявлениями. А, ну, и показывать каталоги. Кстати, работа с каталогом, это на самом деле не продажа, как многие считают. Бегать с каталога, но это продавать. Нифига. Здесь все намного другое. Работа с каталогом, это тренирует, прежде всего, ваш навык общения. Это то самое ценное, что мы здесь тренируем. Мы тренируем постоянно. Умение общаться с людьми. Умение внятно доносить свои мысли другому человеку, так, чтобы он понял именно так, как вы это задумали. Вот, вернуй пока, да? Каталог – это универсальный тренажер для общения. Вот, воспринимайте его именно так. Когда вы научитесь, как раз, общаться, и заказы у вас будут, и даже уже не будете на это посмотреть. Я изначально вот так воспринимал. Это предел для общения. А заказы, как мы делаем, десяток. Все, это тренажер для общения. Чем лучше вы общаетесь, тем лучше. Потому что основной навык, который мы здесь тренируем, это умение донести, грамотно донести мысли другому человеку. В комфортной для него полной. А для этого мы много чего изучаем. И искусство публичного выступления, и немного психологии, как правильно человеку это рассказать. Но не в цели, чтобы ему там что-то обмануть, как-то ему нельзя. Нет. Просто, чтобы обойти некоторые фильтры, которые у всех у нас сейчас есть, и просто донести грамотную информацию только то, что ему нужно. Чтобы он не отсекал вот это. Скажем так, проходить детектор свой чужой. Это так, буквально, могу хватить, потому что здесь нужно изучать более подробно, как это сейчас делается. Обучение, еще раз повторюсь, у нас ежедневно 14. Алло, алло, слышно меня? Поставьте плюсики в чат, а то у меня что-то здесь компьютер глюканул. Видно ли, слышно меня? О, все нормально. А то у меня что-то компьютер глюканул, я думаю, что там что-то зависло. Нет, все отлично. Вот. Это вот система вебинаров. Обязательно посещайте. На нашем YouTube-канале появляется запись большинства всех наших вебинаров. Если вы пропустили, можете посмотреть запись. Мы лучше всегда вживем. Далее. Я уже сказал про пользование продукцией, что лучше всего, конечно, пользоваться самим. И бывает, люди говорят, ой, я не пользуюсь там Арифле. Обязательно ли мне покупать? Ребят, ну, не обязательно. Здесь вам никто обеззал вам ничего не навязывает. Просто вы сравните это качество. И у вас отпадут все вопросы. Особенно, когда вы занимаетесь в бизнесе, вы следуете создавать работу или пойдете в конкурентную создавать работу. Ну, выбор очевиден. То есть здесь здесь уже понятно. И опять-таки же, что есть рекрутированное? Когда мы на следующий день совмещаем и живые встречи, когда мы приглашаем наших друзей, знакомых, родственников, близких, навстречу нам в офис, им рассказываем о бизнесе. Вот то, что говорил вам, когда находится на 20%. И так же новое направление – это онлайн. Благодаря системе работы в интернете, которую мы создали на 2 лет, можно работать еще онлайн. Только за компьютером в свободное время. То есть никому не уговариваем, наоборот, с данным условием, чтобы люди сами интересовались у вас, чем вы занимаетесь. Размещаем там рекламу, используем любые удобные площадки, там на социальные сети, YouTube-канал, вообще, то есть интернет. Это на самом деле очень, очень интересная тема, и ее действительно нужно изучать. Правильно? Потому что... Но сегодня у нас не та тема, то есть как же работать в интернете. Сегодня я именно рассказываю, с чего стартануть. И сейчас хочу именно показать вам... Сейчас вот снова я покажу вам всю эту экран. Чуть дам вам экскурс по обучающему сайту. Сейчас поставьте мне, пожалуйста, плюсики в чат, если вы видите мой экран. Так, ребят, если вы видите мой экран, ставьте плюсики. Все, отлично. Сейчас я вам тогда показываю именно наш обучающий сайт. То есть задача этого сайта именно дать вам первую базовую информацию, то, с чего начать. Здесь вы попадаете на нашу главную страницу. Здесь вот закладки «Главное», «Обучение», «Деоумность», «Мотивация» и ссылка на наш YouTube-канал. Обычно всегда здесь какой-нибудь видеоролик актуальный. Сразу же идет расписание вебинара с него и свежие поздравления за предыдущий каталог. Всегда мы выставляем поздравления, начиная с уровня менеджера. Поэтому, если хотите, видите здесь свою фотографию, добро пожаловать в менеджерскую команду и выше. Менеджеры 9, 12, 15, 18, ну и дальше процентов. А здесь справа присутствует именно та директорская команда, которая организует именно обучение на вебинарах и предоставляет информацию на этом сайте. То есть, скажем так, те люди, которые стояли у истоков организации. Ну, небольшая их история, напишите. Основной из них – это закладка «Обучение». Вы попадаете в раздел «Обучение». Сразу для новичка. Тут 4 видео. Два видео есть. Это как разместить заказ, как оплатить заказ, как получить заказ и как оформить подписку. Видео пока не записано, но есть текстовая версия с фото. То есть, когда вы нажимаете под любое видео «Текстовая версия с фото», вы попадаете, вам открывается новая страничка и вам пошагово со скриншотами, где стрелочками направлено, где, что куда нажать, чтобы вы получили новый для вас результат. С комментариями. То есть, здесь все понятно абсолютно даже человеку, который только первый раз это сейчас и делал. То есть, абсолютно под каждым. И как разносить заказ, и как оплатить, и как получить, и как оформить подписку на волосы. Это все есть. Далее. Здесь же есть стартовая программа. То есть, что это такое, и какие преимущества, и какие подарки человек получает в этой стартовой программе. Все здесь представлено. Естественно, если вам что-то непонятно здесь, всегда обратитесь к человеку, который вас пригласил, и пройдитесь по этим пунктам вместе с ним. То есть, это будет даже очень эффективно. Дальше, вот здесь есть закладка «Миха». Что это такое? Это основные возражения, которые мы вообще встречаем. Здесь это 5 видеороликов от компании. Это записано на посыске компании «Ретейн». Ответы на самые популярные возражения. Так. Ребят, если вот это было все понятненько, поставьте мне сейчас плюсики в чат, и еще буквально там об одном разделе рассказать. Так, так, так. Да, давайте, ребят, поактиме. Я уже сейчас запустяюсь, чтобы и ваше время хотя бы залил полчаса, но чуть задержались. Ладно, еще страшно. 28 человек, 5 активных. Остальные спят. Ну, ребята, если вы спите, значит у вас результаты будут. Перейдем к разделу для консультантов. Что здесь есть? Вот самое первое, вот слева, это будет раздел «С чего начать?». Здесь самая базовая информация. Первые шаги, успешный старт. Как сделать 150 баллов. Устав, терминология, терминальная лестница, список рекомендуемой литературы. Это ваш первый класс, можно так сказать, этой школы. Далее идет работа по списку знакомых. Как составить список? Как пригласить на встречу? Текст и примеры презентации. Вот это, замечу, мы сделали впервые, даже когда я рос в этом бизнесе. Текста и примеры презентации просто вкупом не было. Мы все воспринимали на слух и просто потом пересказывали. Здесь же мы, даже сейчас вот на этот пункт, здесь вот вам текст презентации скачать и вот эти знаменитые кружочки, рисунок «Как им совать?». Мы это все дали вам в виде текста, чтобы вы могли уже легче всего подготовиться к вашей живой встрече, живой презентации. Здесь также есть два примера. Живая презентация Сергея Головых проводит и живая презентация от Алексея Кулкина. То есть два примера. Это сделано впервые, больше нигде этого нет. Причем презентации рабочие не так, что написано литературным языком, а здесь она именно практическая, именно рабочая. То есть практически слово в слово, как мы говорим. Уже есть хорошая база, от чего поработать. Далее. Работа в интернет. И как работать в соцсетях, реприктинг в соцсетях. Есть базовые видео. И как работать в Одноклассниках, как работать в ВКонтакте. Все это есть. Работа на досках объявлений. Скайп-собеседование и работа с возражениями. Пожалуйста. Здесь мы. Алгоритм скайп-собеседования. Пожалуйста. Можете скачать вам текстовый вариант. Три варианта текста для скайп-собеседования. Раз, два, три. Можете это скачать. Примеры скайп-собеседования. Тоже на кнопочке на YouTube канале. Работа с возражениями. Основные частые возражения. Вот вам, пожалуйста, кнопочка скачать. И тут же вам книжечка, бухтевьярва. Работа с возражениями. Вы можете это все скачать. То есть, понимаете, что у нас вся информация уже вот она есть. Бери, доделай. Вот это ключевой момент хорошего развития старта. У вас возникает вопрос, с чего начать. Заходите на сайт proriv.ru Раздел для консультантов. Пароль вы получите от тех людей, которые вас пригласят. И вот пошагово просматривайте все эти пункты. Что-то непонятно, конфликтируйтесь с теми людьми, которые вас пригласили. Будет вам счастье. Пункты менеджера и директора пока в разработке не дополняются. И, известно, пару слов. А еще двух вкладок. Вкладка Wellness. Это библиотека. Здесь вы найдете исчерпывающую информацию о коктейлях, витаминах, батончиках и так далее. Тут тоже очень много информации. Это фактически библиотека. Здесь очень много информации о Wellness. И мотивация. Здесь мудрые мисты, рабочие будни, мероприятия, наш отдых, фото, видеогалерея. Здесь выставляем самые разные мануны. Единственное, то есть, в фото галерее скоро еще добавим несколько мероприятий, которые у нас недавно прошли, чтобы был свежий фотоотчет. Ну, а также фотоотчет есть в наших сайт-чатах и в WhatsApp-чатах, у кого они есть. То есть, вот такой у нас с вами обучающий сайт, поэтому берите его и используйте. Так, экран для ИДН. Закрызнется. Что у нас там осталось по нашему с вами плану? Опять же, ребят, если вам то, что я вам сейчас показывал, было все действительно важно и полезно, поставьте мне плюсики в чат, чтобы вы не спали, чтобы у вас тоже была активность. Я видел, что вы следите за своим процессом. Что вы все это видели. Любого и каждого новичка сразу же направляйте в два места. То есть, не посылайте их на, а посылайте их, прежде всего отправляйте на вебинар и на обучающий сайт. И, естественно, то есть, введите каждого своего новичка, чтобы он вам задавал вопросы. Допустим, дали ему какой-то раздел из обучающего сайта. Дальше, так, вот тебе сегодня задача прочитать вот это, вот это, вот это, и давай мы потом завтра, послезавтра с тобой обсудим, что ты понял, что тебе непонятно, какие у тебя есть вопросы. Таким образом, у вас будет живой диалог с вашим новичком, и он либо отсоединится, если ему это не надо, либо же проявит инициативу, и вы пойдете с него дальше. Это тоже своеобразный тип. И, Маргарита, я стараюсь выкладываться по максимуму, потому что моя задача, это быть для вас, прежде всего, полезным, чтобы вы брали и делали это все счастье. То есть, это наша задача. И берите пример, потому что вы для своих людей будете делать то же самое. Это очень важно. Потому что мы здесь командуем, инициативу. Мы, каждый человек, дополняем команды, чем-то своим очень явным интересным. И первое, такая вот, ну, не предостережение, а, скажем так, надпустие для новичков. Ребят, у каждого из нас было 4 стадии, которые мы проходили, то есть на пути к нашим всем достижениям. Самое первое, особенно это касается тех, кто начинает работать онлайн. Самое первое, у меня никто не хочет регистрироваться. Что делать? Это нормально. Вы пока учитесь, если у вас пока еще никто не регистрируется, значит, мне еще не интересно видео. Все. Либо что-то вы делаете в комментариях. Все, как я говорил, анализировать все свои действия. Цель, план, действие, результат, анализ. Нет, нет, результат анализируйте. Где на косячине? То есть, это нормально. Но, главное, не теряйтесь, то есть, не расстраивайтесь. Если вы не остановитесь, то есть, у вас все начнет получаться. Вторая стадия, это получается регистрироваться, а, ой, люди уже начинают регистрироваться. Ну, никто не хочет пользоваться продукцией. Что делать? Даже анализировать, что делать не так. Следующий этап. У меня есть регистрация, люди уже начинают пользоваться продукцией, но у них не получается регистрировать. Рекрутировать. Что делать? Да идти дальше, обучаться. И четвертая стадия, после которой выпуск из 11 класса начальной школы, это есть регистрация, люди пользуются продукцией и у них получается реквитива. Все, эти четыре стадии мы все проходим одинаково. И это нормально. То есть это наработка опыта. Если где-то человек на каком-то этапе начинает подпачковываться, ничего страшного. Вы знаете, из личного опыта, где-то до уровня, да не так давно, может где-то года два назад у меня синдром прошел, я его называю синдром мастер-эза. Когда ты пытаешься, абсолютно каждого человека, как в тепличных условиях, за каждого человека, да ты что-то хороший, да у тебя все получится. Нельзя так делать. Можно наоборот чуточку пожестче быть и не рассуждать. Но пожестче, но не грубо не будет. Здесь вот в том программе. Пожестче их в каком плане? У нас есть вот это, вот это нужно делать действие. Вот такие-то обязательства для тех, кто идет бизнес. Если тебе это не комфортно, если тебе это, то есть нигде не оплетается, не морочь голову не себе, не надо. Все просто, корректно. Тем самым вы очень сильно экономите и свое время, и время человека, и своеобразно тоже фильтр. Акцентируемся только на тех, кто готов. И ни в коем случае не напрягаем тех, кому это сейчас пока не надо. Просто с ними дружить. У меня сейчас уже, не знаю, второй год человек, который был когда-то очень успешен в Арифлейн, уже второй год наблюдает и каждый раз спрашивает. Лех, ну что, пора вернуться в Арифлейн. Что, Арифлейн еще что-то может? Да, все нормально, все растем. Вот результат, вот и есть. А, ну ладно. Вот так уже идет второй год. Буквально вчера после мероприятия опять обошел. Ну что, уже пора. И ты не помняк, что-то мне. Я не знаю, почему-то меня люди начинают бояться. Что я могу где-то быть, ну, говорить правду. Ребят, я не такой страшный, не надо меня бояться. Я всегда за диалог. Но я всегда четко расставляю точки на вид. Да-да, нет-нет, все. Очень просто, без лишних эмоций, и я очень легко расстаюсь с людьми. Но в то же время, если я вижу, что человек действительно поустроен, я буду прилагать все силы, все усилия для того, чтобы у него получилось. Ну, если он просто тратит не свое время, расстаемся вообще в легких. Но я ценю изначально абсолютно каждого человека. Из-за каждого готов бороться и каждому помогать. Но пока человек сам себе не спорит карман. Это выражается языком. Поэтому, если есть какие-то моменты, всегда не стесняйтесь и обращайтесь. Я абсолютно адекватно, надеюсь, что вы не видите объективно-объективно-объективно-объективно-объективно-объективно-объективно-объективно. Но я имею на это право, потому что я отдаю очень много, и я могу спросить с человека. Это нормально, это бизнес. Это уже детский сад закончился где-то там. Но у нас есть бизнес-взаимоотношения и есть личные взаимоотношения. Вот как я вам сейчас говорил историю про одного человека, который меня два года спрашивает. У нас с ним личные взаимоотношения великолепные, дружи. Но бизнес-отношения я с ним пока не завязываю, потому что он не готов. Он еще ничего не сделал для того, чтобы вновь вернуться в этот бизнес и сделать хотя бы какие-то первые шаги. А я к нему навстречу не еду целенаправленно, потому что помощи лично не сделал для того, чтобы я пошел к мосту. Вот, да, это такой фактор. Но он работает, он действует, это бизнес. Это бизнес, да? И идем дальше. Уже заканчиваем. Наша работа с вами похожа, знаете, на хуй с песчинок золота кучи песка. Так, действительно, как говорил Сергей, из 100 человек, человек 10 начнет работать, и лишь два человека повторят этот результат. Это так. Но у каждой из нас сидящих есть возможность одним образом поменять эту хуй с песчинок. И быть в числе вот этих двух процентов людей. Это вопрос вашего выбора, прежде всего. И всегда помните, у любого вашего выбора всегда есть последствия. У любого. Даже у бездействия есть последствия. Всегда просто об этом помните. И у каждого из нас всегда перед нами на определенном этапе есть дверь, с которой нужно пройти. Такая череда дверей. Да? И вот особенно новички, которые здесь присутствуют. Мы сейчас находим двери, которые ведут вас к выходу из зоны комфорта. Что такое зона комфорта? Да, да, все классно, в принципе, то есть особо не дает. Но любая наша цель, любая наша мечта лежит за пределами этого зоны комфорта. И чтобы ее достать, нужно дойти. И когда мы выходим постоянно из зоны комфорта, мы наши рамочки, как из-за вот этих ночев, мы растаяние, 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 растаяние. И мы то, что нам было некомфортно, превращаем опять же в комфортное состояние. Когда мы ее так превратили в комфорт, наши мечты увеличиваются. И мы вновь расширяем наши рамки. И это классно, это здорово, это жизнь. Путь есть жизнь, путь есть эмоции. Множество препятствий будет на вашем пути. Именно эти препятствия покажут, чего вы стоите. И стоите ли вы чего-то? И это решите только вы сами. Не я, не Сергей, не Арифейн. Это будете решать только вы. Вот да-да, ты, то, что ты сейчас сидишь перед монитором, обращаясь лично к тебе. Именно то, что ты будешь думать, то, что ты будешь для себя делать, определить, что у тебя будет за. Так что только твое решение принесет тебе можно верить так. Но я в тебя верю. У тебя получится абсолютно все, за что ты возьмешься. Нет ничего невозможного. Возможно все. Надо только придумать как. А придумать не надо. Уже все есть. Возьми, доделай. Ну, вот, ребята, на такой позитивной ноте. Поставьте сейчас плюсик в чат, если в целом вам было действительно все, о чем я вам сегодня говорил, действительно полезно, можно поставьте мне такую поценочку от 1 до 5, как вам сегодняшняя информация, действительно ли была полезна от 1 до 5. И сейчас давайте вот вопросы, у кого есть какие-то накопились, я сейчас отвечу на вопросы, и уже пойдем дальше заниматься своими делами. То есть я сейчас для вас могу еще отвечать на вопросы. Пишите вопросы. Что и как. Потому что каждый наш с вами вебинар будем освещать какие-то новые темы. Вы всегда мне можете написать в личку и в скайпе, и там в WhatsApp, Viber, у меня есть и то и другое. Вы можете мне позвонить, задать любой вопрос, я всегда отвечу. То есть если что-то нужно, какой-то материал, я вам всегда либо его скину, либо скажу, где скачать. То есть ноль вопросов. Без проблем. То есть вопрос у меня уже ушел. Ну, бывает, бывает, не без этого. Сколько времени уделяешь развитию бизнеса сегодня? Ребята, развитию бизнеса я уделяю на сегодняшний момент очень много времени. Фактически, как сейчас идет мой день. Но это короткий промежуток времени, я называю его пассажем. То есть периодически бывают такие. Я встаю сейчас каждый день в 6 утра. Ну, когда чуть раньше. То есть у меня однозначная зарядка, стакан воды я выпиваю. Все. То есть у меня, потом идет завтрак, и до обеда у меня, то есть основное сейчас интеллектарное нагрузка. Я, как вы говорили в прошлом видео, я сейчас прохожу обучение до рубежа именно то есть современным маркетинговым технологиям, которые я переделываю именно по вашей своей жизни. То есть получается, что я сейчас многое обучаюсь и также я провожу вебинары и скайп-презентации. Ну, времени много. Много, практически целый день. А если сложить все рабочее время, которое я этому делаю, получается 6 часов. 6 часов в день. Далее идет, естественно, небольшой перерыв, потому что, поскольку работа интеллектуальная, мы с нужно вызывать, мы с нас нужно много. Да, я сейчас пока иду на пределе своей силы, я влюбил таблетку от головной боли, потому что входящий поток очень большой, но это короткий промежуток времени. У меня он буквально, то есть он будет месяц, полтора, два акса. Далее, то есть он чуть попроще будет. Это нормально. Это я сам себе делаю такой развод, такой стак. Дальше будет уже просто внедрение всего, то есть я изучу в практику, там будет чуть попроще. Естественно, то есть я стараюсь разбавлять свою интеллектуальную работу, то есть мы какой-то физической нагрузкой. Минимум в день я прохожу от 5 до 10 километров. Пешком, то есть мы по-разному. У меня физические нагрузки. Скоро будут еще возобновленные тренировки. Тренируюсь я, у меня, рукопашный бой. Возобновлю тренировки и обязательно хорошие здоровые сутки. То есть это вот такой пример у нас приобретения. То есть уделяю времени много, потому что у меня сейчас это приоритет. Так. С теплыми на сегодняшний день я практически не работаю, я работаю с холодными компактами. Вот. Ну, для меня сейчас это приоритет. Пока что так. Я работаю с холодными и большей частью онлайн. Вживу встречи я так же проводил, но гораздо реже. И вживу у меня получается уже закреплять то, что работаю в интернете. Вот простой пример. Вчера мероприятие, это спецслуживая встреча, когда я познакомился, даже не просто общался, а со многими коллегами, членами нашей команды, я познакомился буквально только вчера на мероприятии. Вот. Ну, это здорово, это классно. Где я прохожу обучение, я расскажу. Вот это с определенной информацией. Лучше, извините, я не обеспечу. Вот. Тут, не знаю, хоть у меня какие-нибудь яйца не выбирайте, не скажите. Так, какими методами работаешь на холодном? Да, работаю онлайн. Это и социальные сети, и свои сайты, блоги. То есть, ну, вся полностью у нас деятельность. Практически все, что выложено в разделе работа онлайн на нашем обучающем сайте, то есть, это мы не могут не работать. Но в скором времени будут абсолютно новые методы, как я говорил, сейчас сформирую систему обучения, ее протестирую, и ты же, что задам в виде готового протеста. То есть, это будет круто. Это будет круто. Ребята, еще вопросы? Буквально давайте еще парочку вопросов и запустимся. И мы можем. Нет, я людям никогда сам личку не пишу. Я делаю такие умные, чтобы они не сами писали. С кем лучше получаются? Мужчины или женщины? У меня, естественно, всего определенных генетерных различий, то есть, поскольку хромосомы так сложились, у меня лучше получается с женщиной. Это понятное дело. Вот. Шучу, конечно. Ну, так как мы вам, естественно, то есть, для нашей с вами деятельности будем такой вот применять термин, как целевая аудитория. Конечно, более расположена женщина. Но я ни в коем случае не исключаю мужчин. Вот это сами. Да, вы видите, я несколько на женщину не похож. Сергей на женщину тоже не похож. Ну и так далее. Мужики сюда тоже, если приходят, приходят. Действительно, пришел и сделал, победил. Вот так. Поэтому я особо не делюсь, я даю информацию всем. Единственное, вы сами для себя определитесь, с кем вам проще работать. Либо мужчина, либо женщина. Вы выбираете возраст, вид деятельности, так и образом составляете портрет своего идеального партнера. Да, и начинаете ориентироваться уже на эту аудиторию. Опять-таки, в своем обучении, которое я готовил, там будет целый блок информации, как правильно определить для себя, ну, как он называет, ваш аватар человека, с которым вы хотите работать. Кто этот человек? Его возраст, пол, чем он занимается, какие у него проблемы, о чем он, в ходе того, как он думает. Вот мы определяем идеального вашего администратора и начинаем концентрироваться именно на данной аудитории. И эффект получает действительно то, что крутой. Что делать, чтобы с вами попросить? Ребята, будет просто интересно. Представляете, фотографии. Но, единственное, знаете, сейчас моя активность в социальных сетях, она не очень такая высокая. фактически я даже не делаю того, что надо делать, потому что очень многое время мне нравится на обучение. Как в целом необходимо делать, чтобы к вам просились? Вот даже понаблюдайте за активностью Сергея, он самый яркий пример, то есть, из тех, кого вы знаете, в социальных сетях. Постально четко такие фотографии выкладывают. Инстаграм, то есть, когда у вас какая-то движутка, но нет намека, что это репет. Люди видят, что у вас какая-то жизнь такая яркая, интересная, и не понимают, чем вы занимаетесь. Вы начинаете им быть интереснее, и они начинают к вам как-то писать, а что тут ну и так далее, и так далее. Принцип вот такой. То есть, в ленте милитарных людей это нужно что-то выкладывать утром, в обид и вечером, чтобы у ваших людей это счастье было. Далее, естественно, в последующем обучении я буду более рассказывать о том, как это правильно делать, и какие типы информации, или как его называют, контент, какие типы контента нужно выкладывать, с какой частотой, чтобы действительно у вас был очень большой раконический поток, бесплатный поток людей к вам. Ребятки, ну все, давайте разрешите уже за сим, как говорится, откланяться. Я рад был сегодня для вас быть. Превысили лимит времени, который я анонсировал. Но ничего страшного, то есть самое главное, что вы получили максим полезности. Александр, тогда следующее обучение, естественно, завтра по графику 14 минут презентация, после презентации сразу обучение. Когда будет мое обучение, это скорее всего уже сегодня у нас еще за день-то сегодня у нас в понедельник, скорее всего либо в следующий понедельник, либо в следующий вторник, то есть буду я обязательно выступать в эту тему. Или презентация, а скорее всего и презентация, и обучение. То есть это счастье будет, потому что дальше на этой неделе очень много планировано. У меня порой уникать желание каким-то образом себя коронировать. Но пока, что техника до этого не дошла, будем все с тобой обучаться. Так, ребята, очень рад был вас всех сегодня видеть. Маленькое вам задание, вот прям сегодня, задание-напутствие на сегодняшний день, на всю эту неделю, что вам заняться. Изучайте обучающий сайт обязательно. Почаще общайтесь с теми людьми, которые вас пригласили. Составьте с этими людьми первый план своих действий и действуйте. Не ждите какого-то благоприятного на нем помощника действия здесь и сейчас. Да, что-то у вас будет не получаться, да, где-то будете ошибаться. Но это нормально, это вы будете нарабатывать опыт. Но у вас все получится, я вас верю. С вами был Алексей Минасян. До новых встреч в эфире. Все. Всем пока-пока.